Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня уже какое-то долгое время возникает по непонятным причинам чувство тревоги, хотя я могу находиться, как по мне, в безопасности, но меня охватывает резкий страх. Ноги становятся ватными, повышается пульс, начинает кружиться голова, воздуха не хватает, кидает то в жар, то в холод. Моценно это происходит на улице. Теперь я боюсь выходить на улицу в ожидании следующего приступа. Сижу дома, никуда не хожу, что делать не знаю. Вы знаете, вот у вопросов такого типа, как у вас, с похожими симптомами, да, всегда есть одна интересная такая особенность. И заключается дома в том, что люди, которые описывают свое состояние, довольно детально это делают. вот что, что интересно. То есть, как будто бы фиксируют этот момент. и вот мне очень интересно, здесь вот, как вы это делали, то есть, как вы, вы такие, ну, оградение, следили, что ли, свое состояние, которое, как прав, которое вот описывается. То есть вы как-то делали какие-то замеры, вы отслеживали то, что чувствуете, вот, или как. Так, откуда, грубо говоря, такая подробная, прямо-таки подробная информация о том, что вы чувствуете, что вы знаете, и как вообще вот вы себя, ну, ощущаете в этот момент. Я думаю, я почти уверен в том, что вы искали в интернете свое состояние, почти в этом уверен. И я думаю, что, коль вы искали свое состояние, то у вас уже есть информация о том, как нужно, что это такое, примерно. То есть я уверен, что вы знаете, что это такое. И я думаю, что вы знаете и информацию, ну, в курсе информации о том, что делать нужно в этой ситуации, ну, в вашей ситуации. Я более чем в этом уверен, но почему-то вы, несмотря на то, что в курсе, как я думаю, все равно задаете вопросы и все равно говорите, что не знаете, что теперь делать. Ну, очевидно, что нужно обращаться к специалистам, да, нужно обращаться к врачу, вот, в первую очередь, да, к врачу общей практики. И сначала, чтобы вас продиагностировали, чтобы поставили диагноз, может быть, назначили лечение. Это очевидно, на мой взгляд. Но, почему-то, опять же, вы, да, почему-то вы этого всего не делаете. И это не может, по крайней мере, у меня, да, это не может не вызывать вопросов. Вероятно, вам не очень хочется этим заниматься, вот. А вероятно, эта ситуация вам чем-то выгодна, и как-то вы используете ее для, ну, скажем так, вот, для своих каких-то целей, для своих каких-то задач, для решения своих целей, для растяжение своих целей и решения своих задач. так, если у вас есть действительно вторичная выгода, то я думаю, что пока она есть вторичная выгода, по-моему, сложно будет вам помочь, потому что вы будете, как мне кажется, вы будете прилагать какие-то усилия для того, чтобы оставаться в этом состоянии. Вот. Значит, то, что вы описываете, очень похоже на паническую атаку. И поскольку происходит на улице, то можно говорить о том, что ваша паническая атака связана в определенной степени с социофобией, то есть страх людей, боятся людей и так далее. Вот. То есть вы боитесь оценки других людей. Вот. Она у вас, у самой, очевидно, несколько заниженная самооценка. Вот. Вы опасаетесь, значит, какого-то осуждения. Вы опасаетесь каких-то, может быть, агрессий, может быть, чего-то еще. Вот. Соответственно, актуализируется работа надпочечников. Они, в свою очередь, выделяют адреналин, и адреналин приводит к чувству тревоги. Если чувству тревоги никак не отреагировать, вот, то, как бы, закупориваясь, это состояние приводит, в общем, в общем и целом, к тому, чтобы у человека возникают довольно неприятные симптомы, да, вплоть до, там, потери сознания. Вот. Поэтому я думаю так, что вот в этом направлении вам нужно двигаться, то есть прорабатывать, вот, вашу, значит, ваш страх людей, осуждение, ну, страх осуждения и чего-то, и чего-то еще. Коли, вот, значит, ну, коли такое есть, а такое есть, скорее всего. Вот. Ну, очевидно, что если есть какой-то страх, да, то есть если вы, там, боитесь осуждения, боитесь, там, еще чего-то, вот, совершенно очевидно, очевидно, на мой взгляд, что в какой-то степени вы делаете это сами. Вот. В какой-то степени. Я имею в виду, что вы сами можете хотеть кого-то обсуждать, вы сами можете хотеть кого-то не обобрать, вы сами можете испытывать, короче говоря, не самые позитивные чувства к людям, так или иначе. Вот. Но подавляя эти чувства, очевидно, боясь конфликтов. Вот. Тут тоже, опять же, имеет место быть подавление вот такой природной злости, природной агрессии, вот, которая, ну, необходима человеку, да, для того, чтобы, значит, сохранять свою целостность, целостность. Вот. Соответственно, с выявлением этих эмоций, легализацией и выражением нужно работать в то направлении, которое вам необходимо. Значит, если у панических атак ваших форма острая, то есть до таких явных физических проявлений доходит, то необходимо преподавать для того, чтобы это оккупировать. Вот. Вот, в принципе, и всё, что нужно делать. Вот. Иногда человеку кажется, что на него смотрят, то есть вот на него смотрят, ему там внимание и всё. А тут мы, конечно, говорим о, в какой-то степени о паранойи, паранойи, но не о паранойи, как о патологии, а о, так сказать, ну, некой такой акцентуации в пределах нормы, да. Другой вопрос, как человеку самому приходит в голову то, что на него смотрят. То есть очевидно, что поскольку эта мысль приходит в голову самому человеку, то ему, вероятно, хочется, чтобы на него смотрели. То есть хочется внимания. То есть это потребность во внимании. Потребность в том, чтобы вот на вас обратили внимание, желание быть значимым, заметным и так далее. Эээ, и эту потребность также нужно выявить, легализовать, присвоить и выразить. Это необходимо, потому что этого хотят все люди, и вы не являетесь исключением из правил. Как-то так. Очень важным моментом, на мой взгляд, является начало. То есть вот то, когда это началось. Значит, может быть у вас там были какие-то переживания, может быть у вас был какой-то стресс, может быть травма была. И тогда все, что происходит, это реакция на травму. То есть сначала нужно в любом случае собрать информацию. А вас, потому что ее очень и очень мало. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.